да еще мне кажется лучше все таки вот этот цвет использовать рядом с черным вот сюда вот на полоску вот на эту полоску вот здесь будет чем желтый чем вот этот мне кажется лучше так друзья смотрите докрасила вот эти полоски очень прикольно получилось и я думаю что мы еще расположим такие полоски где-то вот тут например или вот тут в общем придумаем что-то в общем если вы помните какая была комната да и вот такая она становится еще нужно докрасить одним слоем вот эту стену докрасить вот здесь и я купила сетку от комаров будем приклеивать сегодня но прежде чем приклеивать нам нужно отмыть окна и мы с денисом купили аппарат который похожий вы видели только красненький уже в моих видео это был аппарат моей дочери а теперь мы с денисом купили такой же ты прочитал про него тут есть пульверизатор пульверизатор двумя щетками но такие вот знаешь который моются до 6 градусов в машинке вот он буду запрещен кончик вот это и в прибора она в колышоке чтобы мыть которая 275 миллиметров и еще для мытья без без просто ничего да просто водой и чуть-чуть туда можно добавить какого-то средства или уксуса например тут максимум вот максимум воды который будет отсюда браться сюда ничего не надо наливать да мы сначала брызгаем пульверизатором на стекло пульверизатор там только воду да воду можно смешать с чем-то каким-то средством для мытья либо с немножко прям капельку либо с уксусом просто ну что открывает пылесос для мытья около аккуратненько пульверизатор да да на который ставится щетку а вот это вот 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 отсюда брызгаете вот этим средством вот сюда ставится щетка и вы вот так намыливаете окно ваше а потом вот эта штука которая ставится вот на это вот это да штучка ставится на пылесос на сам поставить давай ставь надеюсь он заряжен там заряжен полностью окей ну-ка включи просто попробуем работает отлично щеточки до 1 на него и сначала нужно открутить вот эту вот чтобы пойти набрать водички а потом поставить давай нальем водички и добавим туда одну каплю шампуня просто шампунь для волос вот прям вот капельку смотрите повесила шторы не знаю показывал я уже или нет в общем вот такие шторами прям даже самой захотелось из них себе какой-нибудь платье шить такое пляжное в общем это хэбэшное или тонкие не пойму ну в общем они были хорошего из хорошего магазина но в нозе со скидкой с большой это штора большая ей в принципе можно закрывать все окно вот этой большой шторы но так как там были еще вот такие вот маленькие еще купил такие маленькие шторки и повесил вот такая щеточка я заметила еще что короче здесь какая штука вот туда чтобы он вот так вот крутится чтобы ее открыть да да точно давай наливай и знаешь туда прям капелюшечку шампуня или сомпуни до шампуни легенда для душа что такое чуть-чуть прям капельку капельку одну горошинку давай это просто чтобы блестело стекло как-то волосы блестят сегодня мы оттащим отсюда вот это кресло в соседний дом потому что да никуда и у нас остался вот этот диван тоже как конечно не какашный но он раскладной один из сегодня даже вечером захотел здесь спать это конечно здесь не будет это где-то переставлено будет но пока здесь стоит налил а ты добавил туда гелика тогда попробуем денис налил туда как это делается покажи ты должен пшикать на пшик и туда нет и на пшик и много вот так теперь это нужно вот так помыть губкой такое как следует помыть прям в уголках тоже все так помой помой к по 3 вот так его так 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 и теперь берешь пылесосик даже стоит секунду секунду сейчас я сейчас еще раз идут в углах тебя беруши включил ну не включила дел так давай не бойся потом пойдешь мне машину помоешь да там просто вот так дело да нет ты просто берешь сверху вот так вниз ведешь прям самого угла на так быстро помедленно так у него с уголка вот так а это другой стороны просто не мы то так отлично и на нет теперь брызгаем с этой стороны по моему как следует то потому что с той стороны она грязноватое было еще даже по брызги наверно вот там я вижу пятно а нет нормально да на теперь этот держи с уголка прям легонечко не нажимать сильно видите разницу класс и на прям сушит моментально дай на минуту значит смотрите люди нельзя нажимать сильно нужно легонечко вот так вот так раз тут достаточно одного раза провести и все хоп тут еще осталось и второй если внизу что-то осталось надо еще чуть приблизить то можно нет можно просто взять и удалить тряпочкой ну на самом борт а так вот вот смотрите когда первый раз вы на пшик или вот так вот по кругу вот так вот по отмывайте окно вот так отмывайте а потом уже это все что вы отмыли вы будете забирать пылесосом а потом это еще для для него для зеркал да можно я делаю сделать второй раз ты сделаешь у нас опять началась жара вот такая жара знаете не очень неудушливая потому что ночью прям прохладно очень сильно прохладно с этой стороны до аккуратно брызгаем чуть-чуть и сразу начинаем замыливать вот так вот кругами чтобы у нас не текло чтобы оно прям на пол не капало там вот так замыли вы кругами в углах везде проходить и отмывая вот так аккуратненько так сильно много тоже брызгать не нужно главное по отмывая вот такого по 3 по 3 вот так красиво когда вот такие круги ага так все купите ребенку такую игрушку он вам все окна в доме перемоет да Денис ты мне поможешь еще где-нибудь окна да да молодец давай держи окошко только окошко держи вот так ага ну чуть-чуть побыстрее не сильно мельно но не сильно быстро главное чтобы она у тебя как ну прицеплялась видишь она не прицепилась наверху прицепилась отлично вот представить как можно ребенка занять полезным делом и так значит цикло отмыли ну что мой вердикт вот этот сильвер квест он намного хуже той марки которую я уже рекламировала в моих прежних видео красненький такой пылесосик был не помню как назывался какой марки ну вот этот что мне не очень понравился как нет а вапорекс или что-то в этом роде не помню смотрите сейчас отодвинула шторы коротенькие видите просто здесь из-за того что стол и вот эти вот полки очень хорошо они туда уезжают окно вот так получается но мы также можем если надоело мы можем вот так сделать смотрите вот и кстати говоря вот все что не делается все к лучшему не было второй штори но в магазине была только одна ну вот она прекрасно закрывает и в принципе если у меня здесь висело две шторы что это было бы тяжело вот с той стороны куда ее там засовывать и так далее а так захотел вот эту штору повесил захотел ее отодвинул дальше там у меня еще и ставни как бы как бы на лето там закрывается и можно легенькими вот этими прозрачными черненькими закрывать сейчас я буду вешать сетку против комаров такие липучки будут и сверху эта сетка не очень удобно конечно потому что если хочешь закрыть ставни тебе придется отлеплять с одной стороны эту сетку и лезть закрывать ставь потом снова ее прилеплять но с другой стороны сетка очень плотная сетка очень плотная если ну в общем комары сюда не пролезут такая и я надеюсь что наш код ее не отделет того что он у нас быстро как-то просекает ночью что какое-то окно открыто и может залезть на крышу и проникнуть вот так смотрите смотрите как травища выросла опять супер все зеленая но это из-за дождей у нас обычно в это время года в июне в начале июля все уже лысая просто все выгорает да нельзя вся земля вся трава все выгорает просто сухая земля от потрескавшиеся причем а сейчас из-за того что прошли вот эти аномальные дожди все прет друзья сегодня-то 1 июля то есть день который он бардак день который делает нам европейский всеобщий вот этот вот даже я так думаю не европейский а всемирный уже всеобщая база как она сегодня включилась там на моем канале посмотрите есть видео как раз называется европа 1 июля и так я вешаю анти комаринную сетку и сегодня уже денис будет спать в этой комнате и так получается что у дениса две спальни я вот думаю может к нам нам жильца какого-то пустить знаете есть такой airbnb такая система когда ты размещаешь какое-то жилье и предлагаешь его там на день на два на три на неделю и так далее почему нет можно эту комнату там ну за полтинник по крайней мере сдавать ну ладно полтинник это уже это как отель типа ну за 40 ну если с функцией бассейн еще да то можно и за полтинник почему нет вчера видела люстру дениса суданова ну такой плафония называется но вот наподобие такой только черная и она как знаете и синематографии как это сказать ну как раньше были софиты да при съемках каких-то да на похожа немножко вот за ней надо будет еще съездить ну и здесь я чтоб как я говорила планирую такой длинный длинный стол на заказ деревянный такой чтобы можно было на нем расположить все вообще чем занимается денис дальше у меня планы такие сделать здесь рейки красивые такие знаете выпуклые речки ровненькие вот так чтобы такие рейки были и чтоб такой переход был невидимый как бы ну либо что-то накрасить но может я еще пущу здесь вот эту полосу вот как здесь вот такую ну и на этой стене раньше бы да на этой стене висел бы какой-то экран телевизора допустим плоский а сейчас я 150 раз подумал прежде чем это делать и следующий этап покрасить ванну денис отмыл прекрасно зеркало окно отмыл отлично и вот эту стенку кстати душ кстати скоро будем выдирать отсюда и выкидывать надо будет его сфотографировать кстати уже продать чтобы люди пришли забрали я буду сюда покупать новую кабинку потому что этот забились все вот эти вот штуки боковые ну какой тут закрываешь нет открою растением салат от дениса смотрите как красиво порезаны огурчики обалдеть на такой стерке специальные мойщика стекла вызывали он уже везде нам и где только можно машину помоешь мне ура кто-то отдыхает а кто-то делает майонез домашний это денис еще он следит за тем чтобы там не пригорало я там курочку жарю курочку и рис а мамы тут отдыхает и так срач на кухне бьем все равно но смотрите какой нежный майонез получился по хулиному рецепту смотрите вниз просто молодец и он такой вкусный он такой легкий и слегка-слегка немножко отдает чесночком совсем легонько внимание знатоки в общем белыми как вы поняли играю я черными денис это у нас этот офицер у него два коня вот здесь него стоит король 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 да это мой король моя пешка вот это его королева вот это моя пешка и вот это моя королева и так сейчас мы вот этой пешечкой вперед направимся или что там сделать так вот друзья я осталась король тура ну товарища и королева и болит ну нет уже шоу который час а мы все сидим блин короче чё это сдавайся не буду я сдаваться блин да что ж такое то десять лет мальчик где он этому научился он научился подмосковной школе когда мы сидели на первом локдауне у него были по зуму занятия и вот результат и у нас снова тепло у меня из-за этих дождей так все поперло вообще и фасоль красная посмотрите какие выросли лилии смотрите какие а пахнут это нечто вообще какая красота сейчас покажу как у меня там все прет уже сходила вон туда вон помидорки обработала здесь тоже вон огромные висят клубнику только что собрала смотрите сюда друзья смотрите на это первые ну здесь обычные такие вот которые у нас во всех магазинах есть гроздьями такими дальше уже идут большие там будут такие как они называются мясистые такие вот такие еще будут помидорки у меня всякие разные другие в общем помидора мне не обижены будем гаспачо делать здесь я больше ничего уже не досаживала везде одни помидоры короче теперь наверно здесь вот слишком много зарослей мне кажется мидор же любят свет наверное нужно удалить некоторые ветки потому что слишком их много я конечно обрабатывала все но может быть где-то пропустила какую-то веточку помидоры на помидоре не сидит и помидорины погоняет и вот фасоль еще пошла вот такая вот вот темная фасоль это очень вкусно я делаю но я ее на пару делаю а потом с чесночком и со сливочным маслом легонько просто на сковородочке три минуты эти все нужно убирать штучки смотри какие помидоры скоро выше меня будут здесь что-то розовела я видела какие огромные видите это какой сорт я уже даже не знаю где какой сорт сидит куда какой я садила где какие саженцы видела те покупала и здесь меня среди помидоров вот такие вот растут ну и среди салата смотрите вот такие коктейльные помидорчики тоже я была хотел уже снимать вот эту сетку потому что у нас были одни сплошные дожди но я вижу что в ближайшие дни опять будет 30 ник поэтому я пожалуй и оставлю огурцов как не было так и нет вот вот такие вот козявки и потом они куда-то сидеваются не знаю кто-то к нам а я говорю нет огурцов боже смотрите на него что это это вообще очевидно невероятное для этого сорта нифига себе может я зря на них грешила может они еще не успели просто нифига а еще один люди это я зря значит на них грешила нормальные огурцы еще один пошло дело но они вон все что-то белым каким-то налетом пошли белая какая-то фигня я не буду их меня вообще здесь ничего не я не обрызгиваю никакими химикатами все на тюре ими так что еще огурцай маленький на маленький оставим нет вы представляете сейчас покажу он упадет просто посадок мы тут никогда с роду таких не видели класс